Здравия всем! Сегодня мы будем продолжать разбирать миф из книги Калиды Белес и Буря-Яга Первую часть, которую мы разбирали в прошлый раз А сегодня мы будем продолжать разбор его дальше Потому что миф достаточно был большой Итак, в прошлый раз мы закончили на том, что птица Гамаюн за подвиг Велеса вынесла его на свет Божий Тут нашел буйный Велес жену молодую удалую Ягу Святогоровну и отпраздновал с нею свадьбу Собирались на свадьбу веселую со всего света белого гостя Приползали змеи ползучие из заморского царства темного И устроили пир гуляния И на свадьбе той в Сурья лилась рекой Горы рушились от опыта И плескались моря И дрожала земля Содрогалось царство подземное Гром дошел до царства небесного Как женился Велес сын Суревич Да на бурюшке Святогоровне Так у матушки не спросился Обвенчался ей не сказался Рассердилась тогда Мелфа Говорила сыночку гневно Как же ты сын солнца Женился да на ведьме с зеленой кожей А Илье Гою ты околдован У нее лягушачья кожа Не ножище у нее, а грабли Не ручища у нее, вилы Вместо носа совиный клюв Ногти-кохти, кинжалы-зубы Не волося, ковыль-трава Велес матушке так ответил Видно так завязано макушью А судьбину кто одолеет И сказал так Велес сын Суревич И отправился в чисто полюшко Погулять, по полю потешиться Пострелять из лука разрывчатого Как езжал, говорил матушке Ай же ты, родимая матушка Ты люби, береги и гиню Не жалей для нее Яства сахарные Спать клади в постели пуховые Как уехал он в чисто поле Так и мелфа Топила баню И звала туда дочь плеяны Нажигала горючий камень И на грудь ягиня его клала И вскричала тогда у Соньша Горы и дальние порастрескались Мать сыра земля всколебалась И тогда амелфа Зимуновна Одевала бурю в рубашечку И в колодушку белодубову По рубашечке той клала И три обруча набивала Мать амелфушка на колоду А потом ее опускала В волны синие рарики И тогда понесло колоду Прямо кустюшку в море синее А потом по морю волынскому Как у Велеса сына Сурьи В это времечко спотыкался конь Острый меч его затупился Слезы частые покатились Знать случилось, что неладно С родной матушкой или супругой И вернулся он с чисто полюшка И встречал его амелфа Говорил тогда Велесурич Ой же ты, родимая матушка Не тебя мне надо бы встретить В светлую горницу провожать А моей дорогой супруге Где скажи мне моя эгиня Отвечала ему амелфа Она горда и спесива У окошка все сидела На кроваточке все лежала Не пила она и не ела И сбежала за синее море Он спросил сестрицу Алтынку Где скажи мне моя супруга И ответила так Алтынка Она плывет в море синим В околоде из белодуба Проводила тебя амелфа Парну банечку натопила И позвала ягиню в баню Нажигала горючий камень И клала тот камень на грудь яги А потом и сонь шудушеньку В околодушку положила И пошел к синюю морю Велес Вместе с ним пошла и Алтынка И закинул он частый невод И достал из моря колоду А потом ее разбивал И ягиню там увидал И сказала тогда Алтынка Плачь над телом у Соньши Велес И заплакал над телом Велес О жена моя, о Соньша Почему ж тебя погубили Почему ж тебя не любили Заколдовано Сыном змея Превратилась ты в старуху И никто за ужасным ликом Не увидел прекрасный лик Не узнал в тебе дочь Плеяны И великого Святогора И собрались к телу Буря небожители и волхвы И все плакали, причитали Сказал тогда Велес мудрый Среди вас вижу много плачущих Но не вижу я оживляющих Кто бы смог вернуть Святогоровну И взмолился Велес Всевышнему Роду батюшке прародителю Богу Сурьей Ра и Зимун И великому Святогору И услышал Вышний молитву И приблизился Ра Великий Вместе с ним Амелха Зимуновна Злоторогий Туль вместе с Турицей Подошли они к телу Бури Разомкнули ее уста И разверзли ее глаза Дали выпить из рога Сурьи И вздохнула тут Святогоровна Поднялась она из колоды У берега моря встала И раздался тут голос Вышня Велес, как же ты взял жену А у матушки не спросился Брак не брак, коль против родителей Пусть отныне Яга будет в Наве Ну а Велес Великий в Яве Распаялись ваши кольца Перед Богом вы не супруги Так и расстался Велес Суревич И Ягиня, свет Святогорона Велес стал жить в Яве и в Сварге А Яга за речкой Смородиной В царстве Нави, где правят змеи На этом заканчивается Такой длинный миф Не очень радостный конец Но это не совсем конец Продолжение этой истории Естественно будет в следующих мифах Но пока что мы остановимся на этом Какова основная мысль В этой части мифа Я ее вижу в том Что наши предки Придавали очень большое значение Благословению родителей Когда собирались ожениться Мужчины особенно Они обязательно должны были Перед тем, как жениться Привезти невесту Показать родителям Чтобы родители Обязательно дали благословение На брак Даже в конце мифа Всевышний говорит Что брак не брак Если родители против Но я конечно говорю О тех временах Когда наши предки Прощуры Жили родовым строем Устройством Родовыми деревнями Когда родители были нормальными В том плане Что не было брошенных детей Дети уважали родителей Дети росли в радости Вот Знали свою родню Своих предков Свой род Не было брошенных детей Естественно Старшие очень почитались Их мнение уважалось Вот Это одна из мыслей Этого куска мифа То есть Для того Чтобы семья Была счастливая Крепкая Дружная Нужно конечно Благословение родителей Обязательно на этот брак Почему это так важно? У нас есть небесные родители Те которые создали нашу душу Дали нам жизнь Так сказать Тонкоматериальную И Как их отражение У нас есть родители земные Которые дают нам тело Для того Чтобы мы проявлялись В этом мире яви Для того Чтобы душа Осуществляла свою деятельность Через это тело В мире яви Поэтому Я думаю Что Когда Союз молодых Благословяли Благословляли Земные родители То конечно Это было Благословение И небесных родителей То есть Благословение Небесных родителей Проявлялось Через благословение И земных родителей Таким образом Как некая Духовная Божественная Сила Света Озаряла Этот союз То есть Мало того Что Сами люди Любили Друг друга Но еще И Эту любовь Защищала Укрепляла Благословение Благословение Родителей На создание Семьи То есть Это некая Сила Духовного Света Которая Охраняла Эту Семью От распада Здесь Здесь же Мы видим Что Велес Женился Без благословения Своей Матушке И поэтому Как бы Союз Этот Распался Ну В этом Кусочке Мифа Я еще вижу Некий Иной Возможно Смысл Мы помним Что Велес Поднялся Из царства Пекла При помощи Птицы Гамаюн И он Совершил Ряд Подвигов Духовных Прежде всего Для того Чтобы Совершить Это Восхождение То есть По своим Энергетическим Излучениям Вибрациям Не знаю Как это Сказать Как бы Современным Языком Он Конечно Был Намного Не совпадал Со своей Супругой Егиней Которую Поднимали Из пекла Как мы Помним Тогдашние Друзья Велеса Змейчи И она Естественно Осталась На том Уровне Как Вот Описывает Мать Велеса Ее Внешность Звериную То есть Она Осталась На уровне Зверя Разумного Вот Поэтому Когда Велес Отправляется Из дому Она Словно Выходит Из-под Его Защиты И Материя Амелфа Она Конечно Ее Словно Усыпляет Словно Сковывает Вот И это Довольно Легко Сделать Потому Что В принципе Она Находится Не на Высоком Вибрационном Так сказать Духовном Уровне Яга И Таким Образом Она Засыпается Всем Поэтому Велесу И понадобились Сила Всевышнего Для того Чтобы Ее Пробудить Ей Дали Выпить Сурьи То есть Божественный Напиток Который Очищает Душу И Она Жила Но Все Таки После Этого Их Разлучили То есть Им Нужно Было Пройти Еще Отдельно От друга Свои Уроки Свои Жизни Для того Чтобы Снова Встретиться И Тогда Уже Остаться Вместе Потому Что Но На тот Момент Они Не Могли Быть Вместе Поэтому Велесу Определили Что Он Будет Воплощаться В мире Яве Как Душа Человеческая И Жить Вправе То есть По Своему Вибрационному Уровню Мы Видим Что Эта Душа Уже Достаточно Высоких Высокого Как бы Полета Да Вот Она Уже В мир Прави Может Уходить Между Воплощениями А вот Яга Остается В мире Нави Мы знаем Что В темный В темный Мир Нави Уходили Души Которые Достаточно Отяготили Себя Нескочастотными Энергиями Во время Жизни В мире Яве Или Либо В светлый Мир Нави Но Все Таки Это Еще Не Правь Не Славь Вот Поэтому Она Как бы Ему На тот Момент Она Была Ему Еще Не Пара Хотя Велес Ее Любил Потому Что Это Как бы Это Его Вторая Половинка Но Из Мифа Мы Делаем Выводы Что Вот Две Половинки Да Они Встречаются В Жизнях Они Друг С Другом Взаимодействуют Но Если Они Еще Не Прошли Тех Уроков Не Поднялись На Какой То Определенный Уровень Они Конечно Разлучаются И Разлучаются Они Идут В Разные Миры Вот Ну И В Дальнейшем Разбирая Следующие Мифы Мы Конечно Увидим Через Какие Жизненные Уроки Пришлось Пройти Велесу Его Второй Половинки Прежде Чем Они Окончательно Остались Вместе И В конце Я Еще Раз Хочу Сказать О Все-таки Важности Родительского Благословения На Союз Молодых Хотя Сейчас Мы Конечно Не Живем В Таких Традициях Но Все-таки Если Мы Говорим О том Чтобы Восстанавливать Наши Традиции Традиции Наших Предков То Конечно Родительское Благословение Это Словно Благословение Небесных Родителей Которые Будут Защищать Этот Союз Молодых И Семья Будет Крепкой Ну Вот В принципе Мы Закончили Разборку Этого Мифа И Спасибо Всем Благодарю Всех За Внимание